Здравствуйте, в прямом эфире студия Репортер и я ее ведущий Константин Гречаны. Сегодня мы поговорим, конечно же, о том, что происходит и вчера происходило под зданием Верховной Рады Украины. Опять столкновение. Вчера два человека пострадало со стороны общественников, пострадал один из правоохранителей. И вот, собственно, представители власти говорят, что определенные силы хотят раскачать ситуацию в стране. Представители оппозиции говорят, что мы катимся к авторитарному государству, возвращаемся во времена предыдущего режима. И вот где истина? Постараемся сегодня выяснить. В ходе нашего эфира к нам пришли, конечно же, общественные деятели. Тамила Афанасьева, Света Слава Гринчук и Валентина Мазепа. Здравствуйте. Здравствуйте. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, звоните по номеру прямого эфира 34 92 58. 34 92 58. Также я призываю вас принять участие в нашем интерактиве. Мы сегодня у вас спрашиваем, безопасно ли в Украине быть общественным деятелем, демонстрировать свою гражданскую позицию. Если считаете, что безопасно, звоните по номеру 784 80 81. Если считаете, что небезопасно, по номеру 784 80 82. Святослав, давайте начнем все-таки с ситуации в Киеве. Я знаю, что в принципе все вот здесь присутствующие общественные деятели подвергались насилию со стороны оппонентов. Но давайте начнем с Киева, обязательно об Одессе тоже поговорим сегодня. Как вы оцениваете то, что происходило вчера, происходит сейчас, что правоохранители вынуждены делать коридор для того, чтобы народные избранники могли выйти и зайти из Верховной Рады? Для меня ситуация вполне очевидна и достаточно прогнозируема. Михаил Саакашвили пытается провести в стране государственный переворот с целью узурпировать власть. Беззаконное пересечение украинской границы, гастроли по Украине, рассказывание о космических реформах, настраивая, ну он настраивает откровенно народ против легитимной власти. Он приехал сюда, чтобы якобы опротестовать лишение его гражданства. Хотя, ну я убежден, что оно вполне на законных основаниях и вполне аргументированно его лишили гражданства Украины. Возникает вопрос, который я хотел ему, кстати, на встрече задать, один из вопросов, второй вопрос, который я хотел ему задать, но мне так и не дали, как независимому журналисту это сделать. А почему, собственно, Михаил Саакашвили не поедет в Грузию, чтобы опротестовать у себя на родине лишение его гражданина Грузии? Это было бы более логично. Вы все сводите, в принципе, к персоне Михаила Саакашвили, но там есть куда более рейтинговые политики, например, на той оппозиционной акции. Даже Юлия Тимошенко, представители самопомощи, есть откровенный правый сегмент, объединение правого сектора свободы и национального, ну национальный корпус не принимает участие, но он поддержал эту акцию. То есть, ну вот достаточно узко, как бы вы... Ну, простите, не я же анонсировал, и не Юлия Тимошенко анонсировала вот эту так называемую всеукраинскую акцию, да? То есть, Михаил Саакашвили, он пересек границу, он всем сказал во всеуслышавание, что он идет на Киев. Так было, Костя? Ну, не я же придумываю эти слова. Нет, я понимаю, но... Он приехал в Одессу к Киеву самому сказал. Он далеко не един... Ну, нельзя сказать, что он организовывает этой акции. Он основной спикер, и эта акция началась с его пересечения границ. Возникает вопрос, почему раньше народные избранники, которые сегодня объединились вокруг Михаила Саакашвили, а они объединились не вокруг Юлии Тимошенко, вот вы сейчас говорите, что он не основной. Тогда почему никто не объединился вокруг Юлии Тимошенко, Андрея Садового, там, Надежды Савченко, там, Владимира Поросюка, того же, который красиво махает ногами Аки Мотылёк, да? Ну, всем понятно, все объединились вокруг Михаила Саакашвили. Он приехал сюда в Одессу. Вот вы говорите, угроза демократии. Авторитарный, попахивает авторитарный... Я говорю, это говорит оппозиция. Ну, а что он им еще говорит? Простите, а разве во времена Януковича возможно было, чтобы человек беззаконно пересек границу, а Михаил Саакашвили беззаконно пересек границу, и он свободно расхаживает по улицам и городам Украины, общается с людьми, проводит митинги, его никто не арестовывает, никто не препятствует его митингам и встречен с его соратниками, теми людьми, которым доверяют и идут за ним. По-моему, демократия налицо в самых крайних, я не знаю, степенях. Вот и все. Валентина, ваше мнение? Ну, я хочу делить, как говорится, мухи и котлеты Саакашвили отдельно, и причины вывезшие людей на улице, другое. Я, как непосредственный участник ЧАШных событий, могу рассуждать на эту тему. Это надо быть справедливым, кто помнит, что эта акция была анонсирована еще, по-моему, на конце лета рухом честно. И основной причиной было то нежелание президента создавать антикоррупционный суд. И когда уже за это время туда добавилось, знаете, неприкосновенности... Давайте формулировки подбирать таким образом, что не нежелание, а затягивание этого процесса. Я могу, я как гражданин, следящий, неравнодушный за событиями, говорить, что нежелание. Антикоррупционные палаты – это не антикоррупционный суд. И мы видим, что даже президент пошел найти, как бы вроде поступок, пока мы собирали эту акцию, и то под давлением Европы. Поэтому Саакашвили, да, он просто... Там же было много партий, которые присоединились к этому. Саакашвили, он харизматичный человек, его поддерживают, не секрет, из-за границы. Поэтому у него есть ресурсы. Немножко больше, чем в тех же остальных партий, которые... Мы же понимаем, что все упирается в ресурсы где-то. Даже организовать, поехать туда людей, как-то собрать, там даже автобус взять, чтобы отвезти туда людей. Для этого нужны ресурсы. И вы поверьте, если бы не было причин, люди туда бы не поехали. Три года прошло, на крови нам обещали снятие депутатской неприкосновенности, на смертях этих людей, которые погибли. Новое законодательство избирательное нам очень нужно. Мы с этим законодательством дальше никуда не двинемся. Это будет просто перетасовка вот этих лиц в разные партии, которые уже 25 лет и довели эту страну до сегодняшнего состояния. Поэтому кто мешал, зачем это, зачем провоцировать людей на это. Это можно было по доброй воле сделать. Поэтому больше у меня ничего добавить. Ты имела в вашем... Да, я бы хотела тоже внести тоже ясность, что мы сейчас говорим о трех пунктах, которые не вынесла общественность и поддержали политики. Либо это политики вынесли в законопроектах. То есть да, действительно, президент говорит о том, что он согласен вынести процесс о снятии неприкосновенности только в 2020 году, когда уже закончится действующая рада. И он об этом говорил в своей речи. Мы прекрасно это слышали, когда он выступал перед Верховной Радой. И когда, скорее всего, не будет большинства, тогда у него Верховной Радой. Ну смотрите, очень интересно. То есть действующие депутаты голосуют за то, что нету, как бы, поснимают неприкосновенности следующего состава. Да, следующий состав приходит и говорит, вы знаете, там они неправы были, попередники плохие, давайте все отменим то, что они говорили. И в том числе депутатскую неприкосновенность. На самом-то деле ничего такого страшного нет. Весь мир, достаточно огромная демократическая практика в том, чтобы не было неприкосновенности. То есть мы понимаем, что за этим стоит какой-то ряд действий. И если отойти от каких-то личностей, которые на данный момент влияют на процесс, а говорить о требованиях, то, по сути, пропустив через Конституционный суд, через Венецианскую комиссию, вот эти три требования, это все можно реализовать. И в конечном счете, как вчера согласительный совет, который был сорван, да, пришли народные депутаты, которые встали сзади и стали стримить то, что происходит. Да, происходят какие-то перепалки. Насколько я знаю, что Киев готовился к этому, к 17-му числу достаточно давно. Три дня все, то есть и та сторона, и другая сторона, шли подготовительные процессы. Но, как общественность, я вчера слушала достаточно огромное количество в Фейсбук, все до обеда говорили, подождите, а где же люди? То есть в итоге вышло 3 тысячи человек. То есть это... Вторая ситуация, может быть, если бы начиналась эта страйк, например, в субботу или в воскресенье, может быть, действительно было бы больше людей. То есть тут очень много факторов, которые сходятся. То же самое, что политики, которые представляют. То есть, с одной стороны, каждому политику можно предъявить претензию, с другой стороны, это народные депутаты, это личности, это лидеры политических партий, которые в итоге высказывают мнение определенного количества населения, и его тоже надо слышать. И ничего страшного в том, чтобы принять соответствующие какие-то уступки, будем так говорить, чтобы не привели 13-14 год, да, не привели к тому, что это было тогда. То есть один момент, второй момент, пятая страйк, и начнется те процессы, которые потом мы не сможем вернуть обратно. Поэтому все разумные политики на данный момент призывают услышать мнение, вынести это на рассуждение в Верховную Раду. Не с точки зрения того, что как сегодня пробежали 600 поправок. 600 поправок невозможно пройти за 3-4 часа. Это не, то есть как бы как их голосовали, как их обсуждали, то есть их пакетами говорили, понимаете. И тут начнутся какие-то законодательные подобреки. Но для людей есть какая-то точка неотчета. И вот надеюсь, что правительство, президент сделает все, чтобы она не произошла. Вот единственный, как бы главный момент, с которым я с вами не соглашусь, что наши депутаты высказывают чье-то мнение, какой-то, вот, ну, электоральные замеры у нас происходят один раз в 5 лет. Вот, за это время, за время своей каденции депутат очень легко теряет свой рейтинг. И в принципе, то, что он заявляет, ну, нельзя ставить равенство перед, ну, его рейтингом, когда он заходил в Верховную Раду. Это не значит, что он высказывает чье-то мнение. Простите, кто против того, чтобы сняли депутатскую неприкосновенность в данной студии? Все поддержат этого. Нет, я с вами согласен, что, в принципе, нынешняя депутатская неприкосновенность, вот та процедура, которая есть, мы видели, когда с депутатов снимали неприкосновенность, что в основном это политическая конъюнктура. То есть, как-то определенная конфигурация Верховной Раде, да, должна сложиться, что... Да, поэтому давайте снимем со всех. Или уже будем не обсуждать этот вопрос, скажут, нет, не будет, ну, что значит, в 20-м году? Давайте снимать сейчас, какая нам разница? Ну, то есть, жителям страны самое главное, чтобы мы хорошо работали, то есть, люди должны понимать, что они несут ответственность за те действия. Даже тот же Поросюка, которого упомянули, который машет, да, какими-то своими конечностями, он это делает, потому что он знает, что он народный депутат, и к нему не смогут применить какие-то действия. Если бы он не знал, что бы он делал? Святослов, давайте вот... Вернемся... Вернемся чем-то другим. Давайте вернемся вот к основной теме нашего разговора, да, посмотрим как раз на, собственно, то, что опять есть пострадавшие, культура протеста, да, почему вот, когда во многих западных... Там тоже есть пострадавшие в западных странах, в странах западного мира. К сожалению, везде. Но у нас, да, но у нас, к сожалению, слишком часто это происходит, как в Одессе, так и в Киеве. Вот почему постоянно гражданский протест приводит к какому-то ожесточению, да? Ну, вы знаете, смотря, кто представляет общественность, да, и какими методами люди пытаются выразить свой протест или ту позицию, которую они хотят донести до власти придержащих, да. То есть, если люди пришли откровенно расшатывать ситуацию, производить в стране государственный переворот, это один момент, да. То есть, люди изначально нацелены на то, чтобы пролилась кровь, неважно чья. Потому что Михаил Саакашвили хорошо знает на своем опыте, что бензин политики — это кровь. И он не боится крови, на самом деле, понимаете? Вот он презентует себя вот таким демократом, таким привенжерством. Он приверженец а-ля европейских ценностей. Только почему-то, когда я пришел к нему навстречу, чтобы как независимый журналист задать ему вопрос, мне не дали такой возможности. Один раз — это когда он прощался в библиотеке Грушевского. Хотя я культурно стоял, я не кричал, я просто тянул руку с удостоверением журналистов. Мне не дали такой возможности. Когда я пришел второй раз, вот 30 сентября, уже вооружившись мегафоном, чтобы докричаться до его затуманенного сознания, я не успел открыть рот, на меня набросилась толпа. Я стоял на расстоянии там уже 5-7 метров от Михаила Саакашвили, ну максимум 10. Я не замерял, но близко. На меня набросилась толпа, схватила за руки, кто-то сзади наносил удары по затылку. Почему-то Михаил Саакашвили не остановил этих людей, он не осудил их поступки, ни тогда, ни потом. Из его молчаливого согласия был избит не просто журналист, а незрячий журналист. Он это одобряет. А свобода слова — это основной принцип демократии. Поэтому я думаю, здесь все вполне очевидно. Это люди, знаете, такие политические фанатики, которые не способны воспринимать критику и слышать ее. Кому не нравится Саакашвили, его надо убить. И вы можете посчитать, что я сейчас перегибаю. Пожалуйста, зайдите в соцсети и посчитайте, что люди писали. Мало ему дали, надо убить, расчленить и так далее. Ну что это? Нет, ну это понятно. Это в соцсетях всегда будет. И не важно, против кого и за кого. Проблема, вот я вам скажу. У нас есть телефонный звонок, потом мы продолжим. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые товарищи депутаты, товарищи или нетоварищи, вот скажите, вот мне ответили на такой вопрос. Почему вы думаете, что народ поднимают какие-то активисты или депутаты, то есть вы? Народ, неужели он не видит, как вы жрете у народа кровь? Жрете и идет. Вы посмотрите, как вы живете на эти дома. Я смотрю, я в участке боевых действий, мне 70 лет. Я смотрю на этих пенсионеров, я смотрю в поликлинике, в больнице, как они живут. А вы только ходите, свистите и жрете нашу кровь. Если вы иначе вели, народ бы не поднялся. А так народ поднимается, не надо, он бы, знаете, вот задали бы сейчас вопрос. Я прошу прощения, а как вас зовут? Вас как зовут? Валентин Николаевич. Валентин Николаевич, во-первых, я не депутат, и здесь депутатов нет. Здесь общественные. А эти активисты, что с вами ползают вот в этих гробах? И хочется, я бы сам, если бы имел стрелы, сам бы их стрелял. Вы поймите меня правильно, я им вали детство первой группы по зрению. Я понимаю, этим тоже прикрываться не надо. Да вы слушаете, что вы говорите. Валентин Николаевич, спасибо. Мы поняли вашу позицию, но тут у человека просто накипело. Понятно, что человек не совсем разобрался. Хотелось бы, чтобы человек был адекватен в своих суждениях и объективен в своих оценках. Я немножко перебрать на себя внимание. Мы почему-то, когда говорим об этих каких-то стричках, опять же на Саакашвили, да забудьте, вы ему делаете сами рекламу. Опасность, что Саакашвили, что нет. На митингах всегда есть опасность. Вот если брать в Киеве, там ничего такого не произошло. Просто кому-то, я не знаю, пришло в голову запретить Саакашвили вынести палатки с его офиса. Я же была, там на Грушевском, у него рядом там офис. Там они его заблокировали, потом выпустили, перед входом к Верховной Раде опять заблокировали. Что народ, который прошел Майдан, должен смотреть? Стоять как овцы послушные, потому что не пускать. Естественно, народ начинает применять силу. Он начинает этот забор рушить, начинается, естественно, стычка. Слава Богу, кому-то там где-то вверхах дошло до ума, и они дали приказ и распустили, да, пострадало два человека протестующих и один полицейский. Вот в такой ситуации я хотела бы разграничить опасность общественных активистов вообще заниматься деятельностью не на митингах, а деятельностью регулярной, которая зацепляет интересы власти, а не просто пришли на митинг. На митинг, я повторяю, всегда так может быть. Всегда может быть какой-то провокатор, который спровоцирует тех же силовиков. Ну, по-разному бывает. Поэтому давайте как-то, если мы говорим об общественной деятельности, то говорить более конкретно, без воды. Без воды нет, я решил, что это значит спровоцировать силовиков. Да вы не говорите просто по Кириле. Силовики не должны поддаваться провокациям. Силовики должны реагировать на конкретную опасность, которая исходит от конкретного человека. То есть, если кто-то применил силу из общественников, значит его локализировать должны. Но не локализировать, другой не знает почему. Начинает толпа уже защищать, может не понять, почему это произошло. Это все объективные, субъективные такие моменты, которые вообще, ну как, ну это не проблема. Не та проблема, которую мы обсуждаем. У нас есть телефонный звонок еще один. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь и задавайте вопрос. Я Александр Михайлович, бывший пограничник, пенсионер. Хочу задать вопрос, и меня удивляет тот вопрос по поводу Саакашвили. Он преступник в себя в государстве. Он в международном розыске. Его разыскивает Интерпол. Почему он в Украине здесь творит такие преступления? Он строил дорогу в Одесса-Рыни. Воровал столько денег. И он сюда приезжает и создает свою партию. Где наше правительство? Я прошу прощения. Спасибо большое за ваш звонок. Тамила. Вы знаете, очень правильный вопрос, где наше правительство. Потому что действительно большой вопрос, что в итоге любой человек на данный момент может пересечь границу таким же способом, как пересек Саакашвили, и при этом как бы заплатить 150 долларов. То есть если мы говорим конкретно ситуацию, которая касается Михаила Николозовича. Хотела бы, при том, что все знают, что у меня достаточно, я большой оппонент Саакашвили, я много раз была в Грузии, я знаю процессы, которые происходили изнутри. У меня очень много грузин и были в правительстве, и бизнесмены. Я действительно могу констатировать, что трасса, во всяком случае Одесса-Измаил, достаточно стала в лучшем состоянии. Я буквально недавно там была. И сейчас все, кто говорят, я всегда за справедливость, я за правду. То есть если действительно она стала лучше, то я хочу сказать, что она не в таком состоянии, как было, во всяком случае, год назад. Но в этом в том числе заслуга и нынешнего губернатора Максима Степанова, да? Да, они доделали те процессы, которые как бы были заложены в предыдущих ситуациях. Это я однозначно, но я первая, которая поехала проверять, как он после того, как он поставил палатку, как это все происходит. И действительно была трасса в ужасном состоянии. Сейчас до Измаила можно заехать, в принципе, за 3-4 часа в совершенно нормальном формате. Но это как бы, это я к тому, это я веду к тому, что в принципе работающая система, работающий облсовет, потому что мы прекрасно знаем, что достаточно долго облсовет был без, ну и область была без губернатора. То есть Саакашвили приезжал, уезжал. И действительно вот сейчас топ-тема обсуждения, мы уходим от киевских вопросов, от киевских ситуаций к опять Михаилу Николозовичу, к харизматичной личности, которая несет за собой, ведет за собой какое-то количество массы. И мы хотим сказать о том, что давайте, может, все-таки будем отстраняться, потому что помимо него достаточно много политиков, которые принимают в этом участие. Достаточно большое количество людей, которые пока наблюдают, что происходит. То, что я пыталась сказать, что мы можем... Давайте мы вернемся вообще к общественной деятельности в Одессе. Опасно ли или не опасно заниматься общественной деятельностью? Опасно или не опасно в Одессе заниматься общественной деятельностью? Да. Ну тогда я отвечу на этот вопрос. Я разделила на три части. Что такое общественная деятельность? Если общественная деятельность, это группа людей, которые занимаются какой-то проблемой, например, инвалидом, детьми, еще... Я, извините, по-другому сформулирую. Общественно-политическая деятельность. Мы не берем экологов, не берем зоозащитников, мы берем тех людей, которые конкретно бросают вызов власти. Вот, те люди, которые бросают вызов власти, да, опасно заниматься. Это мы видим по последним событиям в Одессе. Это та же Светлана Павловна, та же Алина Радченко. Даже депутаты, которые поддерживают этих активистов, они тоже пострадали. Это были действительно побои физические. Это были фотографии, эти люди не стеснялись это все демонстрировать. Они говорили, меня где-то побили, рассказывали сказки, понимаете? И вот это вызов власти. А есть удобные общественники, которых заводят в Горсовет, занимать места перед сессией, чтобы не хватило тем, которым неудобно. Которые на каких-то разных митингах стоят в первых рядах на защиту власти. Вот поэтому, как сказала моя единомышленница, одним опасно, а другим очень прибыльно. Дамила, ваше мнение, я знаю, вам в свое время машину сожгли, да? Ну вот Валентина одна из тех, кто закидывает у меня яйцами. Поэтому как бы тут мы, понимаете, вот дискуссия достаточно интересная. Хорошо, что не гранатами. Потому что, понимаете, если говорить о том, что происходит, да, то есть, допустим, говорят, вот только оппоненты страдают. Я, допустим, была простым ледовым членом общественного совета при налоговой. Я не входила ни в какие комитеты, я не собиралась никого поддерживать. Я просто сошла на заседание. Люди посчитали нужным найти меня как точку сопротивления, да, точку агрессии, будем так говорить. У меня, например, до сих пор осталось два шрама на ноге, потому что били каблуками и носками от обуви. И у меня настолько были распухшие, вот послушайте, распухшие ноги, то есть у меня такое, ну вообще ужас был на самом-то деле. И после этого еще залили, закидали яйцами, закидали мукой. Я сейчас сижу совершенно с Валентиной Мазеппой. Это ее позиция. Да, она посчитала нужным, то есть это было целенаправленно, это было совершенно случайно, как потом мне прибегали, рассказывали. Да, были соответствующие события в стране. Вот, понимаете, то есть соответствующие события в стране, то есть сегодня это, они теперь в оппозиции к власти, завтра они станут властью, они будут властью, как это было в 2014 году, когда они не пустили меня на такое же простое заседание, как совершенно рядового человека. Я даже не была замом или... Ну смотрите, вот это... Ну да, вы не рядовой человек, давайте, ну вот не играть в эти игры. Вас не пустили, потому что вы... Нам сидели такие личности... Что вы человек, который лицо, это не, лицо этой бывшей власти, который был председателем общественного середа прогресса, игром, и который только тормозил какие-то движения. Я думаю, расскажите, а вот зачем вообще общественнику быть как бы сторонником власти? То есть общественность, когда, вот механизмы, собственно, гражданского общества включаются для того, чтобы контролировать власть. Вот это помогло надеять. То есть, смотрите, если вот вы поддерживаете власть, можно вступать в партию власти и говорить от имени власти. Зачем вот как бы быть общественные механизмы включать, да, если вы являетесь сторонником? Смотрите, во-первых, я никогда не была ни в партии власти, ни в той, ни в... Ну, я же именно в этом спрашиваю. Вы меня никогда не была в партии власти, не в партии всегда. Во-первых. Во-вторых, 175 членов общественного совета избрали, имея единогласно, представителей общественного совета. Это не были фейковые организации, это были действующие рабочие организации, которые достаточно до сих пор представляют, даже при действующей ситуации работают в области. Но и там был ряд организаций, которые не пустили общественные советы, они тогда было... Эти организации, пожалуйста, они сейчас работают, вы что слышите про общественный свет? Вот это 5 человек, которых не пустили, они сейчас возглавляют. При этом среди них был штекер, которого не исключили. Ну, вы понимаете, это же жизнь. Я иногда остановлюсь и смотрю. Ну, давай же посмотрим. К сожалению, это не жизнь. Посмотрим. Это фейковая организация, которая всегда власть берет для того, чтобы защищать. Вас всегда. Подождите, я скажу. На любые, когда только власть объявляет какое-то общественное слушание, она сначала приглашает своих общественников. Причем они заходят в любое здание свободно. Все остальные, которые оппоненты, через кордоны милиции и полиции, с журналистами. Я везде могу зайти спокойно. Но вы просто никогда не были оппонентом власти. К сожалению, это плохо. Женщины уже у нас... Давайте с этим словом. Я, кстати, приказ послушаю. Вот смотрите, происходит, идет городской совет, сессия, да? Приходят различные люди, там, журналисты. Я, например, никогда не слышал. Ну, вот вас лично, Константин, не пускали вот на сессию освещать? Да, да. И не выпускали из здания городского... Я не хочу обвинять никого из представителей власти, потому что у меня нет доказательств. Но были непонятные люди при входе в мэрию, которые не представлялись конкретно, и которые меня не выпускали. Сказали, что нет, мы будем здесь стоять, и ты никуда не пройдешь. Ну, зачем говорить это все... Я хочу что сказать. Смотрите, вот происходит сессия, да? И, в принципе, гласность состоит в том, чтобы это освещали журналисты, чтобы информация была доступна. Понятно, что жители Одессы, которые здесь родились или которые здесь прописаны, имеют право там присутствовать на сессии, да? Но миллион же жителей Одессы не могут одновременно присутствовать на сессионном зале. Они говорят, люди не хотят даже заходить в сессионном зале. Я хочу про другое сказать. Люди не хотят заходить в сессионном зале, они вход блокируют. Смотрите, вот приходят некоторые общественники, да, и начинают срывать просто сессию. Они надевают кульки на головы депутатам, что-то выкрикивают. Этого общественника, о котором вы говорите, вывели под руки из зала, больше не пускали. Это не раз было, и не только этот общественник. И, понимаете, речь идет о том, что подобное... Это вот реально провокация. Человек пришел, вот сиди, слушай, смотри, если тебе это интересно. Какой выход? Не пускать всех подряд? Нет, не пускать всех подряд. Как раз вот я считаю, что сегодня сессии, аппаратные совещания, они абсолютно доступны каждому желающему ДСИ. То идет прямая трансляция. Как сессии, так аппаратного совещания, так же самое исполкомов и так далее. Понимаете, и любой общественник может прийти на профильную комиссию депутатскую, присутствовать на ней, но не провоцировать депутатов, не мешать их работе. Света Слава, можно я дополню ваши слова? Потому это уже будет, понимаете, не сессия и наседание комиссии, а привоз, на котором побеждает тот, кто громче орет. И там решаться государственные дела не будут. Пожалуйста, Томила. Введите мне, пожалуйста, пример. В Украине, города, района, совета, или в мире, где совершенно спокойно в любой момент в течение какого-то заседания, я имею в виду сессии, там, Конгресса, спускают и выпускают людей. Давайте начнем с этого. То, что я против абсолютно... Я не говорю не о сессионном зале, а о здании мэрии. Так вот я вам об этом говорю. Смотрите, в здании мэрии в любой момент вы можете зайти, то есть вы только, если вы показываете какое-то удостоверение, паспорт, записываете пропуск. Это система, которая работает во всем мире, правильно? В момент, когда идет пиковое заседание, сессии, какое-то определенное количество людей хотят что-то донести мэру, правильно? Я, например, вот здесь сидят, будем так говорить, радикально настроенные люди, то есть они правые, левые. Я всегда была центристом. Это была моя большая проблема в плане того, что как всегда, там, фейковые общественные советы, еще что-то. Я просто центрист, я всегда за заседание. То есть если есть у людей какое-то требование, допустим, Олег Михайлович хочет, чтобы достроили его здание, он как бы ходит с плакатами, он стучится во все кабинеты, он пытался что-то сделать. Мы с ним пытались работать точно так же. Пытались ему помочь, но это невозможно. Там есть ряд финансовых вопросов, которые не может решить ни мэр, ни губернатор. Ну и там вопрос в том, что есть несколько групп еще, да? Да, там целый процесс, там все это запутано. Итого. У нас заканчивается время, да. Я вот итого хочу сказать, что если у вас есть требования, пожалуйста, идите работайте. У меня по законопроектам принимается, мы даем 25 поправок, 18 принимается. Я считаю, что созидание – это процесс работы. Все. Как бы это самое главное, что должно делать общественность. Это мое понимание. Я так реализовываю свое видение. Я не стою на митингах, потому что я не вижу. Ну правильно, вы никогда… Вы не мешаете власти. Мне было 18 лет, и я стояла в поддержку Гурлица на Думской. Это залог вашего успеха, прохождение любой властной двери, что вы не мешаете власти, не мешаете им работать, кавычка. Просто я хочу сказать, вот заключение, то, что на прошлой неделе я говорил в Союзе журналистов Украины о работе, что мы журналисты, мы по-разному можем освещать новости в Одессе, в Украине и в мире, но однозначно мы должны быть солидарны в том, что никто никакими методами, ни физическими, ни угрозами, ни телефонами, ни каким-то давлением не имеет права препятствовать деятельности журналиста. И здесь мы должны быть солидарны. Меня лично огорчило высказывание Александра Каменова, которого я знаю, который тоже член Национального суд журналистов, который сказал, что Гринчук отделался легким испугом. Что значит легким испугом? То есть он считает, что меня должны предупредить уже по-взрослому, как Гангадзе, как Деревянка, как Шеремета. Вот понимаете, меня огорчает, когда люди вроде бы и не глупые, и все понимают, а придуриваются глупцами. И я могу сказать одно, что я категорически против вот таких вот избиений кого-либо. Если мы хотим строить право и демократическое государство, мы должны проявлять культуру политическую, общественную и гражданскую. И мы не должны сегодня доверять людям, которые являются политическими беженцами из Грузии, из Сирии, которые сегодня хотят подрывать государство, Украину, и со своими гастролями подрываются. Будет ли это переносить? Я хочу сказать, а мы от Саакашвили слишком много. Вы говорили, Валентин, 30 минут за кадром. Не было много воды, били кого-то, никого там, там много чести для вас томило, что вас били. Понимаете, вы никто. Ну давайте мы в дискуссию еще обязательно встретимся. Я хочу сказать, вот бить бьет власть. И те общественные активисты достойные, которые моя скромная персона сегодня представляет, из-за таких вот фейковых активистов, которые всегда заменимают это пространство, не дают добиться и рассказать. Давайте не переходить к личности все-таки. Поэтому, нет, мы просто не поговорили об этом. Не можем как бы достучаться и донести свою позицию. Я виновата, я не обещаю. Я вас благодарю за то, что у нас такая оживленная достаточная беседа получилась. Спасибо. Мы обязательно еще встретимся, продолжим этот разговор, тем более, что тема действительно актуальна. Большое спасибо, что пришли. Спасибо вам большое. Я подведу результаты нашего интерактива. 67% мне подсказывают, что говорят, что безопасно быть общественником. 33% говорят, что небезопасно. Ну вот, вот так вот. Вот так считают люди, наши телезрители. У нас в гостях были Тамила Афанасьева, Святослав Агринчук и Валентина Мазепа. Общественные деятели, мы говорили о том, безопасно ли быть общественником в Украине. Работали в прямом эфире. Студию провел Константин Гречаный.